Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Сегодня мы снимаем зимнее укрытие с винограда в теплице. Несмотря на то, что еще нас ожидает не совсем благоприятный прогноз погоды и могут быть ночные отрицательные температуры, но эта теплица здесь все более защищена, поэтому эти небольшие скачки на теплицу не повлияют. Почка здесь уже на многих лозах тронулась в рост, поэтому мы можем себе позволить открыть теплицу. Покажу, как лозы перезимовали эту суровую зиму, ну и расскажу, что мы делаем с ними в это время. Теперь поднимаем лозы из земли. При такой формировке у нас все просто. Мы подняли и привязали к нижней проволоке приблизительно где-то посередине куста. Ссылку на видео по формировке я вам обязательно оставлю в описании этого ролика. Как привязать? Как вам удобно? Можно накрутить, мы накручиваем, тем более почки тут пока еще только-только тронулись в рост. Если это вам неудобно, либо почки уже большие, тогда просто можно чем-то, топинером, проволокой, чем вам будет удобно. Вот такая картинка получилась в итоге. Вот у нас голова куста, в обе стороны идут 4 рукава, это старая древесина. Ну а дальше уже вон более тоненькая, это плодовые стрелки. А там навстречу идет кордонная формировка, ссылку на кордонную формировку я вам также оставлю. И вот так вот все это выглядит. Состояние лос в теплице замечательное. Как видите, здесь все сухо, красиво. Почки начинают пропуждаться. Вот здесь, например, она только-только начинает опушаться. Вот здесь она уже просыпается. Вот здесь на кордончике тоже пошли уже такие зеленые почки. То есть все перезимовало замечательно. Все лозы прекрасно себя чувствуют. У всех живы почки. Ну все перезимовало замечательно. Все лозы чувствуют себя хорошо. Все почки живы-здоровы. При этом мы использовали в теплице ровненько такое же укрытие, как и на улице. Напомню, это синтетический ватин. Вот такие вот штуки. При этом вы понимаете, что в теплице такого укрытия дополнительно, как снег, не было. Здесь были только вот эти одеялка и ничего кроме них. При этом прекрасно выдержали и прошли испытания всеми морозами, которые нам подарила эта зима. Нужны ли сейчас какие-то обработки? Нет, никакие обработки не нужны. У нас красивая чистая сухая лоза, поэтому ни в каких обработках она не нуждается. Следующий этап работ на этих лозах, это уже будет нормировка зелеными побегами и подвязка этих самых зеленых побегов. Пока что мы открыли только теплицу. Улица еще немножко подождет, потому что впереди вроде как не совсем благоприятный прогноз погоды. При этом тоже даже в тепличке еще не все почки пошли в рост. Ну, я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки в комментариях. Пишите свое мнение под видео, нажав кнопку еще. Будет ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok